Всем привет! Давайте сегодня приготовим массу. У меня домашние сливки. 500 миллилитров купила на ферме Левашова. Ниже ссылочку прикреплю. Кому интересно, приезжайте, покупайте натуральные продукты. Со мной, как всегда, ириска. Сосиска. Верная моя помощница. Ну, да ладно, нравится ей со мной здесь на кухне. Дремя проводить. Будем вместе делать масло. Сливки, ну, они, наверное, уже как масло. Вот. Это сливки. Совсем чуть-чуть, и эти сливки будут маслом. По опыту, время приготовления занимает минут 20. Вот, сейчас засеку. Сейчас время 37 минут первого. Посмотрим, сколько времени мне понадобится сделать сливочное масло. Так, взрывать я буду сливочными глинчиками. Что, Ирис, вкусно пахнет? Сливки увидеть через ванилоню. Уберели. Были сначала желтенькие. Сейчас при увеличении они становятся чуть-чуть светлее, и потом снова становятся желтые. Прошло 5 минут, как я взрываю. Сливочки, как раньше, у меня укропленные, как увеличились, так еще не опадают. Я увеличилась поиск на блендере. Чуть побыстрее взрывами. Прошло почти 10 минут, но это будет точно не верить. Как я говорю, сливочки начинают сливаться. Они перестают быть эластичными, и начинают немножко компролаться. Сливки становятся напыщенные. Сейчас начнет образовываться пахта. Она будет выделяться из сливок, и мне нужно будет поменять эти ленчики на другие. Я возьму вот эти ленчики, чтобы работать. Потому что из этих будет сейчас все лететь во все стороны. У меня все другие будут в масле, которые я их поставлю. Я сейчас уменьшу скорость немножко. Лучше действительно сейчас все масло буду по вкусу собирать. Ну вот. Сливочки стали на глазах, превращаются в масло. Но масло будет уже окончательно тогда, когда я солью сливок, кто из них будет сливочек. Пока сейчас удачу процесс взбивания полным ходом. Сейчас будет мокро. Я уже прям все сливок. Эти сливочки становятся влажные. Ну, кусочки масла вернемся, но это и пахта. На дне тарелек сейчас будет обрезовываться водичка, как сказать. Прошло ровно 12 минут. После того, как я начала взбивать пахта. Я заменила венчики, потому что степь уже все летит. Вот, кстати, смотрите, видите, что происходит. Образуется водичка. Вот сейчас я ее буду сливать, потому что она не будет мешать, чтобы дальше делать масло. Сейчас я ее буду сливать, пока они еще плохо комкаются, рассыпаются. Пока они еще плохо комкаются, рассыпаются. Поэтому приходится ложку поддерживать. Но если что выпало, то соберу обратно в миску. Но сливать надо максимально хорошо, чтобы не мешалось взбивать. Вот я собрала масло, которое уже начало пролучаться. Но пока оно еще такое, условно, к маслу. Конечно, уже это не сливки какие были до этого. Вот. Я сейчас снова отжала пахту. Опять сейчас буду сливать. Сейчас уже, видите, не так распадается. Вновь взбираю. Время подходит к 20 минутам, как я начала готовить масло. Но думаю, что они чуть-чуть, наверное, подольше, потому что прям очень жирные-жирные сливки были. И коктейли. И достаточно, чтобы кучилась масла много коктейли. Ну, надо хорошенько чуть-чуть обжать. А потом я беру это все, когда вся вода вышла. Промываю холодной ледяной водой. И фасую в пергаментную бумажку. Из морозилки убираю. Фасую где-то грамм по 100, потому что масло без всяких добавок домашнее. И срок годности у него в холодильнике буквально от 4 до 7 дней. Поэтому если не замораживать и сразу положить целый кусок, то мы просто столько масла насъедаем, если честно. Ну, вот если так посмотреть, все, пахта перестала отделяться. Там может быть 1-2 капельки, поэтому все, масло оно и закончилось. Ну, как раз 20 минут это прошло, как я и говорила. Масло оно и сделалось, время закончилось. 20 минут прошло сначала, как я начала это все делать. Поэтому сейчас промываю масло и потом фасую. Потом взвешу, посмотрю, сколько из полкило сливок получится. Вот я сформировала комок масла. Вот это вот пахта, то, что вышло еще при формировании. Поэтому сейчас я ее солью. Все, промываю. Вот хочу показать, наливаю прямо так вот воды и отжимаю немножко. Ну, как бы вот пахта, которая осталась в масле, она выйдет в воду. Ну, этот способ я, скажу так, услышала, что если масло промыть холодной водой, он будет дольше, срок годности у него будет дольше. Вот кусочек масла. Вкусное, сливочное? Сейчас взвешу, сколько масла у меня получилось из полкило сливок. Не, не видно, нет. Верну. Вот, 328 грамм. Вот и считайте, полкило сливок стоит 500 рублей. 328 грамм масла стоит 500 рублей. Поэтому в магазинах, ну, вряд ли вы найдете хорошее сливочное масло, из-за каких-то пищи, которые они продают. Вот хочу вам показать, это предыдущее масло, которое я делала. Вот так я его упаковываю. Вот. Стучит, не прожимается. В магазинах, если масло потрогать, оно мягкое. Это масло твердое, как раньше мама покупала в магазине. Твердое, прежде чем намазать, нужно так ножичком поскребсти сверху, для того, чтобы... Это масло намазать на хлеб. Вот. Оно даже, вот, видите, на это морозилке вытащила, но надо немножко постоять, отойти, чтобы его на вас... Оно очень твердое, не прожимается масло. В магазинах масло очень мягкое. Это фальсификация. Делайте свое масло. Удачи. Делайте свое масло.